Это известно всем охотникам. Как трудно выучить собаку не гоняться за зверями, кошками и зайцами, а разыскивать только птицу. Однажды во время моего урока Ромке мы вышли на полянку. На ту же полянку вышел тигровый кот. Ромка был с левой руки от меня, а кот с правой. И так произошла эта ужасная встреча. В одно мгновение кот обернулся, пустился на утек, а за ним ринулся Ромка. Я не успел ни свистнуть, ни крикнуть туба. Туба, значит, нельзя. Вокруг на большом пространстве не было ни одного дерева, на которое кот мог бы взобраться и спастись от собаки. Кусты и полянки без конца. Я иду медленно, как черепаха, разбирая следы Ромкиных лап на влажной земле, на грязи, по краям луж и на песке ручьев. Много перешел я полянок, мокрых и сухих, перебрел два ручейка, два болотца, и, наконец, вдруг все открылось. Ромка стоит на поляне, неподвижный, с налитыми кровью глазами. Против него очень близко тигровый кот, спина горбатым деревенским пирогом. Хвост медленно поднимается и опускается. Нетрудно мне было догадаться, о чем они думали. Тигровый кот говорит, «Ты, конечно, можешь на меня броситься, но помни, собака, за меня тигры стоят. Попробуй-ка, сунься, пес, и я дам тебе тигра в глаза». Ромку же я понимал так. «Знаю, мышатница, что ты дашь мне тигра в глаза, а все-таки я тебя разорву пополам. Вот только позволь мне еще немного подумать, как лучше бы тебя взять». Думала я. Ежели мне к ним подойти, кот пустится наутек, за ним пустится и Ромка. Если попробовать Ромку позвать... Долго раздумывать, однако, было мне некогда. Я решил начать усмирение зверей с разговора по-хорошему. Самым нежным голосом, как дома в комнате во время нашей игры, я назвал Ромку по имени и отчеству. «Роман Васильевич!» Он покосился. Кот завыл. Тогда я крикнул тверже. «Роман, не дури!» Ромка оробил и сильнее покосился. Кот сильнее провыл. Я воспользовался моментом, когда Ромка покосился, успел поднять руку над своей головой и так сделать, будто рублю головы и ему, и коту. Увидев это, Ромка подался назад, а кот, полагая, будто Ромка струсил и втайне, конечно, радуясь этому, провыл с переливом обыкновенную котовую победную песню. Это задело самолюбие Ромки. Он, пятясь задом, вдруг остановился и посмотрел на меня, спрашивая, не дать ли ему. Тогда я еще раз рукой в воздухе отрубил ему голову и во все горло выкрикнул бесповоротное свое решение. «Туба!» Он подался еще к кустам, обходом явился ко мне. Так я сломил дикую волю собаки, а кот убежал.